Музыка Вы знаете, я уже сколько лет, народ пишет, и я пишу, и я пишу. У нас какие проблемы? У нас врачей нет, у нас фельдшеров нет, у нас нужна вторая бригада скорой помощи. Где врачи? Почему врачи? А скорую сколько ждете? Скорую сколько приходится ждать? У меня месяц назад у сына был приступ, у сына, сыну 45 лет, до ночи не дождались скорую. Хорошо, у меня сама снаха села за руль, его в Гузь в больницу повезла, там положили его в больницу. А мы скорую так не дождались. Вызывают к тяжелейшим больным, к детям вызывают, не дождешься скорую. И кто фельдшера нет, то во Владивере скажут, фельдшер уехал, то еще где-то в районе фельдшер. Гурловская больница всю жизнь обслуживала половину района, половину района. Где врачи? Почему не запрашивают врачей? Вот у нас здесь был врач, невропатолог, прекрасный врач был. Народу понравился, ему нужна была квартира. Почему Министерство здравоохранения не обеспечивает молодых сотрудников, которые 6 лет учились, которые по 6-7 лет учатся, им нужно жилье, они хотят жить нормально. Молодые врачи, медсестры, почему Министерство здравоохранения не обеспечивает жильем специалистов? Наши больницы не положены, у нас стимулирующие не получают, у нас дистанцизацию не получают, за категорию у нас не получают. Вы также можете спросить у медиков, у нас медсестров, фельдшеров, спросить кветочки по поводу зарплаты. И там все видно, бело по-черному. То есть специализацию не платят у нас, медсестры у нас не получают. Вот у нас девушка сидит в соседнем кабинете, с терапевтом сидит, она не получает. В соседнем кабинете тоже так же не получает. Здесь, напротив меня сидит, тоже так же не получает. Только все по кабинетам, только все, когда у нас заходят по поводу зарплаты, все говорят. А как, что-то кто-то приехал, сразу все по кабинетам. Вчера у нас в доме сказало, что приедут у нас камеры снимать, ничего лишнего не говорите. А сегодня выходите все на улицу, говорите, Мини высказывайте. У меня вопрос, один вопрос. Меня сейчас видишь, как нас стыдили. Тебе не стыдно будет, если ты через три дня получишь лекарство, и как-то будешь к нам в глаза смотреть. А теперь рот мне закрыли, навсегда. Нам нужна больница, нам нужны врачи. Вот сейчас детская врач ушла, с Ваньки, с грудными детьми, кому, куда ехать, куда ехать. Сейчас педиатра нет вообще? Вообще ушла, рассчиталась, вообще нет педиатра. Вот терапевт, они, между прочим, хорошие были врачи, и педиатр был, отличный врач был. Этот Богомаев сидит, неплохой специалист, но ему летно, как мне тоже. Он уходит, он уйдет. И что делать народу, куда нам ехать, где нам лечиться? Фельдшера. Одна скорая помощь, одна бригада. Фельдшеры то работают, то не работают, они тоже валяют, они тоже люди. Нам нужны врачи, хотя бы терапевт, детский врач. Нам нужно открыть физиокабинет. Физиокабинет нам нужен. Нам нужны медсестры, и нужны молодые. Молодежь нужно привлекать сюда. И нужна вторая бригада скорой помощи. Круглосуточные, хотя бы на несколько коек. Нету даже стационара круглосуточного. У нас решетался врач, педиатр. Вы, наверное, в курсе? Да, сказали. У женщин, да, на улице сказали. Это нормально? На сегодняшний день у нас два врача, она все в больнице. Я зубной врач и терапевт. Все. А чем вообще у нас в ГУСЕ занимается у нас? Вот я думала, кто-то будет в ГУСЕСКОЙ администрации. Хотела к Аветкину задать вопрос. Главе ГУСЕСКОЙ администрации. Вы предупреждали их, приглашали? Ну, они не поедут. Они не боятся народа. Вот я хотела ему задать вопрос. Его первый раз выбирали. Голосовал народ против Грушко. Не за него голосовали. Голосовали против Грушко. Вот он просидел первый срок. Он ничего ни района не сделал. Вот зачем сейчас на второй срок сел в кресло опять? Вот я бы хотела задать вопрос. Или хотя бы кому-то из них. Зачем они лезут во власть? Жить хорошо хотят. Им плевать на район, им плевать на народ. Им даже не стыдно людям в глаза смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...